Некоторые воображают, что чем выше подниматься воздух, тем становится теплее. Но это неправда. Чем выше, тем холоднее. Почему это? А потому что Солнце слабо нагревает воздух своими лучами. Так как воздух очень прозрачный, снизу воздух всегда теплее. Солнце нагревает землю своими лучами. Воздух нагревается от земли точно так же, как от горячей печки. Нагретый воздух легче холодного и поэтому поднимается вверх. Чем выше он поднимается, тем больше остыднет. Поэтому на большой высоте всегда холодно. Вот это как раз и почувствовали коротышки, когда на своем воздушном шаре поднялись на большую высоту. Им стало так холодно, что покраснели и носы, и щеки. Все стучали ногами и хлопали руками, чтобы хоть немного согреться. Больше всех замерз растеряйка, который забыл дома шапку. От страшного холода у него под носом выросла большая сосулька. Он дрожал, как осиновый лист, и все время стучал зубами. «Довольно тебе зубами стучать!» – ворчал ворчун. «Тут и так холодно, а он еще зубами стучит!» «Я же не виноват, что так холодно!» – сказал растеряйка. Ворчун поднялся со своего места и сказал, «Терпеть не могу, когда кто-нибудь над духом с зубами стучит!» «Меня от этого самого в дрожь бросает!» Он начал рядом с тюбиком. Но тюбик тоже выбивал дробь зубами. Ворчун подозрительно посмотрел на него. «Ты что, наверное, назло мне зубами стучишь?» «И совсем не назло, а потому что холодно!» Ворчун встал и пересел на другое место. Так он пересаживался несколько раз и только другим мешал. От холода воздушный шар покрылся инием и сверкал над головами малышей, словно был сделан из чистого серебра. Постепенно воздух снова остыл в оболочке, и шар стал опускаться вниз. Через несколько минут он уже стремительно падал. Запас мешков с песком кончился, и ничем, ничем нельзя было удержать падение. «Авария!» – закричал Сиропчик. «Погибаем!» – завопил Незнайка и спрятался под лавку. «Вылезай!» – закричал на него Знайка. «Зачем?» – отозвался из под лавки Незнайка. «С парашютами будет прыгать!» «Мне и тут хорошо!» – ответил Незнайка. Недолго думая, Знайка схватил его за шиворот и вытащил из под лавки. «Не имеешь права!» – кричал Незнайка. «Я буду жаловаться!» «Не ори!» – спокойно ответил Знайка. «Без паники!» «Вот, смотри, как я буду прыгать с парашютом и прыгай за мной!» Незнайка немного успокоился. Знайка подошел к краю корзины. «Внимание!» – «Братцы!» – закричал он. «Прыгайте по очереди!» «Все за мной!» «Кто не спрыгнет, того шар унесет вверх!» «Ну, приготовьтесь и приготовьте парашюты!» «Пошли!» Знайка прыгнул первым и полетел вниз. За ним прыгнул торопышка. И тут произошло непредвиденное обстоятельство. Вместо того, чтобы сначала прыгнуть и потом раскрыть парашют, торопышка в спешке сначала раскрыл парашют, а потом прыгнул. От этого парашют зацепился за край корзины. Торопышка запутался одной ногой в шнурках и повис мне с головой. Он принялся дрыгать ногами и избиваться всем телом, словно червяк, которого надевают на рыболовный крюк. Несмотря на все старания, парашют не отцепился. «Братцы!» – закричал доктор Пилюйкин. «Если парашют отцепится, торопышка ударится головой о землю!» Малыши ухватились за парашют и втащили торопышку обратно в корзину. Незнайка увидел, что шар снова полетел вверх и закричал. «Стойте, братцы!» «Никому больше прыгать не надо! Мы снова вверх летим!» «Почему же?» «Мы снова вверх летим!» – удивился авоська. «Эх ты!» – ответил ворчун. «Знайка-то спрыгнул, вот шар и стал легче!» «Что же Знайка будет делать без нас?» – спросил Пончик. «Ну что?» – развел руками авоська. «Пойдет себе потихоньку домой!» «А мы что будем делать без Знайки?» «Подумаешь!» – ответил Незнайка. «Будто уж вовсе нельзя без Знайки!» «Надо же кого-нибудь слушаться!» – сказал Пончик. «Будете меня слушаться!» – заявил Незнайка. «Теперь я буду главным!» «Ты?» – удивился ворчун. «Не с твоей головой быть главным!» «Ах, так?» «Не с моей головой?» – закричал Незнайка. «Ну, пожалуйста, прыгай вниз и ищи своего Знайку, если тебе моя голова не нравится!» Ворчун поглядел вниз и сказал. «Где же я теперь его найду?» «Мы далеко улетели!» «Надо было сразу всем прыгать!» «Нет! Прыгай! Прыгай!» Ворчуны и Незнайка начали спорить и спорили. «Чуть ли не до самого вечера Знайка...» «Знайка не мог успокоить, потому что его и не было!» Солнце уже клонилось к закату. Вечер крепчал, шар еще больше остывал и снова стал спускаться вниз. А ворчуны и Незнайка все спорили. «Довольно тебе спорить!» Сказал Сиропчик Незнайка. «Уж если ты решил быть главным, то придумай что-нибудь. Смотри, мы снова вниз полетели. Сейчас буду думать!» Ответил Незнайка. Он сел на лавочку, приставил палец к колбу и стал думать. А шар тем временем все быстрее опускался вниз. «Что же тут придумаешь?» Сказал Винтик. «Если бы у нас были мешки с песком, можно было бы сбросить один мешок». «Правильно подхватил Незнайка!» «А так как мешков у нас больше нет, то придется сбросить одного из вас. Сбросим кого-нибудь с парашюта. Шар станет легче и снова полетит вверх». «Кого же сбросить?» «Ну, кого?» Сказал Незнайка, раздумывая. «Кого же сбросить?» «Надо сбросить того, кто самый ворчливый». «Я не согласен!» Ответил Ворчур. «Нет такого правила, чтобы самых ворчливых сбрасывать!» «Надо сбросить того, кто самый тяжелый». «Ну, ладно», — согласился Незнайка. «Сбросим Понечка!» «Он у нас самый толстенький!» «Правильно поддохнул Сиропчик». «Что?» «Закричал Пончик». «Кто самый толстенький?» «Я самый толстенький!» «Сиропчик толще меня!» «Смотрите на него!» Закричал Сиропчик, хихикая и показывая пальцем на Пончика. «Смотрите, я толще его!» «Хе-хе-хе-хе!» «Я толще его!» «А ну, давай, померимся!» «Ну, давай, давай!» «Как петух, наскакивал на него Пончик». Все окружили Пончика и Сиропчика. Незнайка достал из кармана веревку, обвязал вокруг талии Пончика, потом таким же образом измерил Сиропчика. И оказалось, что Сиропчик чуть ли не в полтора раза толще Пончика. «Это неправильно!» Закричал тут Сиропчик. «Пончик жульничал!» «Он живот втянул!» «Я видел!» «Ничего я не втягивал!» «Оправдался Пончик!» «Нет!» «Втянул!» «Я видел!» «Давай перемеримся!» Незнайка стал снова мерить Пончика. А Сиропчик вертелся вокруг и кричал. «Э!» «Ты куда?» «Ты надуйся!» «Зачем же мне надуваться?» «Ответил Пончик!» «Если я найдусь, то, конечно, окажусь толще тебя!» «Ну, ладно!» «Не надувайся!» «Но!» «И втягивает живот!» «Ты не имеешь права!» «Братцы!» «Смотрите!» «Что он делает?» «Где же справедливость?» «Никакой справедливости нет!» «Это просто какой-то обман!» «Незнайка кончил измерять Пончика!» «Потом с такой же тщательностью измерил Сиропчика!» «И на этот раз оказалось, что они оба одинаковой толщины!» «Придется двоих сбрасывать!» «Развел руками незнайка!» «Зачем же двоих, когда одного достаточно?» «Сказал Сиропчик!» «Охотник Пулька выглянул из корзины и увидел, что земля приближается с угрожающей быстротой!» «Слушай, незнайка!» «Сказал он!» «Решай скорее, а то мы о землю грохнемся!» «Надо посчитаться, кому с парашютом прыгать!» «Сказал авоська!» «Правильно!» «Подхватил Сиропчик!» «Только всем надо считаться!» «И толстеньким, и тоненьким!» «Чтоб никому обидно не было!» «Ладно, давайте считаться!» «Согласился незнайка!» «Все построились в кружок, и незнайка принялся считать, тыкая каждого пальца!» «Энна Бенна Рес!» «Квинтер Финтер Жес!» «Энна Бенна Ряба!» «Квинтер Финтер Жаба!» «Потом сказал нет!» «Мне эта считалочка не нравится!» «Не люблю я ее!» «И начал другую!» «Икете!» «Пикете!» «Цукото!» «Ме!» «Абель!» «Фабель!» «Думаны!» «Икипики!» «Грамматики!» «В это время корзина силой удавилась о землю и перевернулась!» «Авоська!» «Схватился руками за небоську, а небоська за авоську!» «Они вместе вывалились из корзины!» «За ними как горох посыпались остальные коротышки!» «Только незнайка удержался за край корзины!» «Да!» «Булька!» «Дорой уцепился за его брюки зубами!» «Ударившись о землю, шар, как мячик, подскочил кверху, описал в воздухе огромную дугу и снова опустился вниз. Корзина снова ударила о землю и поволокло. Шар налетел на что-то твердое и лопнул с оглушительным треском. Бульку перевернуло в воздухе, и он с отчаянным визгом побежал в сторону. Незнайка вывалился из корзины и остался неподвижно лежать на земле. Воздушное путешествие окончилось! Воздушное путешествие окончилось! Воздушное путешествие окончилось!